всем привет мы начинаем с вами новый влог и первое что я хочу сказать это огромное спасибо сегодня 9 января мне день рождения и я смотрю сколько сообщений приходит ко мне мамами это столько много людей поздравляют меня многие вспомнили на ютубе что у меня 9 числа день рождения я хочу вам сказать огромное спасибо вообще за то что вы про меня помните и любите вот все 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 прочитаю обязательно вот что сейчас по планам мои мальчик с девочкой уехали не за куда не уехать честно я не знаю вот мы решили чё сегодня девчонки мы будем заказывать шашлык у меня бабушка приехала в гости к маме вот тоже они отмечают там все такое мой день рождения и они тоже заказали шашлык я тоже очень хочу и вот такая причесон у меня получился то есть хотя вроде как парикмахера говорят что так делать нельзя типа когда прямой пробор нельзя закалывать невидимками и вот если только глубокий пробор на бок тогда можно и думают пофигу мы идем против правил так что вот так прикольно укладочка и свитерок мой любимый шина кстати про вещи вам говорила что я вещи заказала буду заказывать другие шины тоже заказал обязательно покажу вот вот на те вещи будет примерка очень классные серьезно это как будто девочка девочка на если по крайней мере будет ожидание реальность нормальная вот так а вот он и шашлык приехал приборами одноразовыми даже так и посмотрим что тут у нас опа нежданчик до девчонки в общем проводили мы алену и лёша ушел стричься крикмахерскую и я пока что немножечко займусь собой сегодня 10 число и опять же огромное вам спасибо за то что вы до сих пор продолжаете меня поздравлять прошло уже но считаете день рождения у меня был вчера вот сейчас у меня как раз таки во влогах отставания нету вот день рождения было вчера вы до сих пор поздравляете поздравляйте мне очень приятно огромное вам спасибо еще раз так что я хотела сделать у меня после всех вот этих вот застоль и после всего останова естественно я сейчас на и г не сидела и ну кое-где может быть какие-то высыпания воспаление вот здесь одно но это она там такое уже остаточное но все равно более-менее нормальном бушевском виде кожи у меня сейчас я высушу волосы естественным способом и покажу вам как накручивает на вот такие бигудюшки это фс липучки такие но рекомендую я вам их использовать но если у вас естественно волос побольше чем моих то вам две упаковки хватит мне в принципе две упаковки можно было бы но у меня волосы кучерявые поэтому мне одной хватит я просто покажу как на сухих именно волосах на вот такие я не рекомендую но накручивать то что она потом высохнет запутается потом будете отдирать и это травмоопасно для волос пока что я их расчесывать не буду пусть немножечко подсохнут мои волоса так что хотела вам рассказать в принципе общие впечатления от знакомства я думаю многим интересно у кого особенно о вторых половинок есть братья и сестры общие впечатления о том ну вот как как знакомиться как это все проходит девчонки у меня у лёши это погодка сестра у него еще получается брат есть ему 18 если я ничего не путаю есть еще один брат ему 7 тот который машинки показывал и еще одна сестра она вообще маленькая еще еще по-моему даже годика нету вот то есть ну вот так вот тот букет который вам показывала красными розами это подарили мне лёшина мама с отчимом такой вот красивый букет за что им огромное огромное спасибо но мне реально было очень приятно вот в принципе впечатления ну хорошие потому что я думала а как а что а как себя вести а что делать и тогда и тому подобное но потом как то все это моментально какая-то грань стерлась и она стеснялась и я стеснялась потом нормально абсолютно сидели разговаривали обо всяких разных темах и это круто на самом-то деле я очень хочу несмотря на то что я там одна в семье понятное дело для себя я очень хочу огромную семью вот чтобы мы реально были супер дружными могли в любой момент я там своих детей могла отвезти к алене сестру зовут алена так это раз прошлого влога я вам показывала с девочками маски делали я зовут алена как и меня и эта сестра родная лёша с разницей в один год то есть она моложе его на один год вот и что я говорил чтобы я смогла привести детей алене она мне спокойно могла бы принесить принести мы нормально привести точнее принести привести ему спокойно вообще в этом плане прям взаимопонимание у нас было так и что и что еще хотел сказать а ну по поводу возраста в принципе да то многие пишут мне по крайней мере то что я читаю то что мне там в директ пишет она много ли лёша моложе тебя а там я не знаю какова с разница в возрасте девчонки я уже много раз говорила у нас разница в возрасте ровно три года мне исполнилось 27 лет да девчонки мне исполнилось 27 лет есть у меня пару тройку хейтеров которые уже давно в бане сидят в бане парятся в бане сидят да и они вот твердо верили в то твердо верили в том что то ли он сказал они верили в то что я якобы вру и то что мне на самом деле не 26 на тот момент что 27 а я типа вру и скрываю свой возраст а нафига ну нафига дат я выгляжу старше я это знаю и так я это знаю потому что крупные черты лица плюс как мама говорит взгляд не дурый вот вот что то вот такое и не за может быть поведение может быть какая-то манера речи может быть какая-то жизненная позиция выдает тот момент что как-то повзрослее ты смотришься но опять же почему у людей вот вот этот вот момент плане старше моложе взрослее так далее почему люди так зациклены на молодости почему так зациклены на то чтобы выглядеть блин у на 60 60 лет выглядеть на 15 предположим почему люди так зациклены как мне кажется самое главное самое важное выглядеть ухоженно ухоженно все вот это мой личный принцип и меня уже не никак бы не обижает раньше обижалась да сейчас меня не обижает что там говорят что вы уже там на 40 лет еще что-то просто Это сама формулировка у человека бывает такая, что вот ты, там, Лёшу гастарбайтером называли, ещё что-то, но были такие комментарии, естественно, людей я уже давно позаблокировала, но просто сам факт был очень неприятен, и, ну, и сама подача, вы понимаете, да, ни одному человеку это не понравится, естественно. Вот, и сейчас меня это как-то не сильно трогает, там, что я там, старый, ещё что-то, но, блин, хуже, если бы мне сказали, фу, какая баба неухоженная, вот тут бы, да, по самолюбию резанула, а когда тебе говорят, ты просто выглядишь старше, там, своих лет и так далее, ну, как-то думаешь, ну, окей, ну, а что я сделала, а что я сделаю? Молодиться как ребёнок или говорить, это не в моём характере, понимаете, поэтому пусть я буду старше, но я не гонюсь за молодость, моложе всё равно не буду, как бы не старалась, но я не знаю, что сделать, чтобы выглядеть, там, на свои года в 27, на 27, а не на 45, понятное дело, вот, и я не скрываю, не скрываю, нет, абсолютно, мне 27 лет, всё, девчонки, ни больше, ни меньше, ни ещё что-то я не скрываю, Лёше в этом году исполнится 24 года, но, несмотря на это, знаешь, знаете, раз, знаешь, знаете, раз мы с вами разговариваем, несмотря на то, что, там, у нас разница, да, такая ему 24 года, моё понимание всегда было, там, 24 года, там, 23, это какое-то, там, вот такое что-то, нет, девчонки, абсолютно нет, иной раз я могу себя как-то повести глупо, я могу повести себя чересчур эмоционально, делать поступки какие-то определённые на эмоциях, а он, наоборот, это регулирует, вот, то есть, у него не было ни разу каких-то всплесков эмоций, в мою сторону, даже когда у нас какие-то конфликты, или я его на что-то вывожу, оно получается так, да, я суперэмоциональный человек, и я могу как-то, ну, начинать какой-то конфликт и размусоливать его, так, разматывать, он такой, максимум, что он мне за всё это время сказал, опять же, да, понятное дело, ещё не вечером, но я делаю вывод по тому, как вот, ну, сколько находимся вместе, он мне максимум сказал, Альона, вот так вот скрипят, Альона, блин, ну, это же значит, что заткнись уже, всё, хорош, вот, и тогда я понимаю, ну, вот сказать, чтобы он как-то вел себя как малолетка, там, не хотел брать ответственность или ещё что-то, нет, девчонки, возраст вообще не влияет, у меня был человек, с которым я жила, дружила, общалась на 10 лет, меня старше, а дурак дураком, так что возраст, это не важно, и не надо мне говорить, что он молодой, он ещё что-то, у нас разница в 3 года, а не в 30 лет, девчонки, давайте на этом всё тормозите, прекращайте обсуждать его возраст, что он там старше, там, моложе, а сразу видно, Алена его старше, да пофиг, и вам, в принципе, должно быть пофиг, вот людям, которые, которых также обсуждают, осуждают, там, кто моложе, кто старше, я считаю, вам тоже должно быть пофиг, вы живёте, вам классно, кайфово, я эту жопочку свою любимую обожаю, люблю, и просто готова его за щёчки теребить, он всегда так вот делает, я его так за щёчки, я его просто обожаю, это я про Лёшу говорю, если кто не понял, поэтому любите и не обращайте ни на кого внимания, ваше счастье, это между вами двоими, взаимоотношения, понимание и так далее, всё, на эту тему с вами поговорили, так, что я решила сделать, вот такая масочка у меня есть, покупала магнит косметик, это пузырьковая маска, Ку-2 для очищения пор с экстрактом зелёного чая, очищение пор, питание, увлажнение, вообще в маске типа увлажнения, такие пузырьковые, я не верю, для меня они, это пенка для умывания, просто в формате тканевой части с пузырьками, то есть ты наносишь, она начинает работать, за счёт кислорода более проникает глубоко, и просто потом ты, когда умываешься, ты вычищаешь кожу намного лучше, чем с обычной пенкой, или гидрофильным маслом и так далее, и тому подобное, то есть поры становятся более чище. Это то, что я хочу сказать. Ещё по поводу косметики, хотел с вами поговорить. Многие девчонки меня не поняли в видео про белорусскую косметику, где я сказала, что типа филеры вот этот вот для губ, для глаз не работают. Девчонки, там пару девчонок написало о том, что на них работает, просто у меня якобы гиалуронка в губах, поэтому на мне не срабатывает. А те, кто там на своих натуральных, те срабатывают. Я не верю, это вот опять же лично моя позиция, это лично моё мнение. Я не верю в магию косметики. Вы поймите, что косметика – это ухаживающий продукт за кожей, который может устранить сухость, очистить кожу, ещё что-то, и придать ей увлажнение, питание и так далее, сияние. То есть на что больше попила воды, вот так скажем. В общем, неважно, какой тип увлажнения нужно любому типу кожи. И вот когда пишут типа из разряда эффект филлера, увеличение губ на косметическом продукте, неважно, сколько он стоит, вот конкретно этот 230 рублей стоил, и когда типа пишут на продукте за 230 рублей, увеличат губы и разглазят вам носогубки – нет. То же самое, как и патчи. Они не разглаживают. Это временный эффект полиэтилена на ваших вот этих вот областях под глазами. Если вы перестанете им пользоваться, то всё, соответственно, всё вернётся на округи своя. Как только пользуются, опять же, это экстренная мера. И вот это вот всё на основе, как мне кажется, как я предполагаю, все вот эти продукты, которые якобы омолаживающие, они на основе силикона. Определённое, да, там, может быть, не само именно силикон, а может, какая-то производная. Я не знаю, девчонки, но по тому же принципу и работает. Намазываешь, оно, естественно, разглаживается за счёт вот этой плёночки невидимой, оно немножко приподнимается, и может быть, также закупорка пор для жирного типа кожи. Понятно, да? Вот, и ещё, что хотела подчеркнуть, это, в принципе, опять же, повторюсь, девчонки, это моё субъективное мнение. Я никому не навязываю, но просто я тот человек, который на уходе за кожей, на коже, в принципе, собаку съела. То есть я прекрасно понимаю, ну, в непрямом смысле этого слова, понятное дело, девчонки, не понимаете выражение. Опять же, вот боюсь каждый раз что-то сказать на своём канале, как-то высказать своё мнение, потому что начинается, «О, а вот я вот так вот», люди не умеют уважать мнение чужого человека, они сразу нападают на человека, они сразу начинают агрессировать и говорить, «А вот я вот так вот, ты вообще не права». Не существует только ваше мнение, якобы ваше мнение и неправильно, существуют разные мнения, просто каждому нужно прислушиваться. Другой момент, когда это мнение высказывается в агрессивной как-то форме, да, понятное дело, ты скажешь, что иди ты нафиг со своим мнением, а так, в принципе, если человек грамотно высказался при этом, никого не обидяя, сказал, что это субъективно моё мнение, не заставляя никого прислушаться, мне кажется, это нормально вообще, мы в обществе живём в конце концов, и прислушаться к мнению, если вам это нужно, почему бы и не да. Так вот, любая косметика, она не может проникать в глубокие слои кожи, дерма. Глубокие слои дерма. То есть, если это касается выглаживания шрамов, что в моём случае, избавления от морщин, увеличения губ, это только уколы. Ни одна косметика, какая бы она дорогая ни была, не проникнет в глубокие слои кожи. Девчонки, загуглите эту информацию, вам любой косметолог скажет, что ни одна косметика не проникнет в глубокие слои кожи. Поэтому, что вот пишут, типа из разряда уменьшения морщин, ещё что-то, это достигается двумя путями. Или же за счёт тяжёлых таких вот питательных компонентов, или же за счёт плёнки. Всё. Это то, что я вам сказала. Но я думаю, вы нормально, моё мнение, как бы, те девчонки, которые меня смотрят давно, нормально это мнение примут, и не будет такого, какой агрессии. Мне кажется, в принципе, если вы хотите высказаться, как-то у вас есть другое мнение на этот счёт, высказывайтесь, ради бога, но не говорите о том, что вот ты не права, да я вот делаю, как я хочу. Я просто высказалась, ну, как я считаю. А вы можете по-своему думать. Никто же никому ничего не навязывает. Мы просто обмениваемся своим мнением у меня на канале. Так, значит, смотрите, какая маска. Увлекала, мне нравится, суперплотная. Интересно, он, по эффекту такая же, она как Skinlight или же нет? Вот я сейчас этот диван заправлять не буду до завтра. А завтра его заправлю. И огонь, да? Всё, отлично, да? Самое главное тканевую маску разблать. Люблю пузырьковые маски. Очень мне нравится Skinlight из пузырьковых и Evelyn. У нас такой с вами, девчонки, был таблок. Смотрите, как он растирается. Видите? Это пенка для умывания такая более... Ой, извиняюсь. Вот так вот будет. Видите? Всё. Оставляем на сколько там? 10-15 минут. Я вам покажу, как она будет пузыриться, если она будет пузыриться. И всё, в принципе. Потом будем приступать уже к уходу. Я вам покажу, что я буду делать за лицом дальше, какой уход буду носить. Кстати, по поводу Фаберлик. Девчонки, разрешилась ситуация, всё отлично. Я написала в службе поддержки на самом сайте Фаберлик. И мне полностью вернули деньги за этот заказ, за косяк почты, извинились. Поэтому в этом плане к Фаберлик никакого вообще нарекания, ничего не могу сказать. А вот к почте России тут, конечно, вопросики. Вот, кстати, она пузыриться стала. Так что, если что, вдруг у вас накосячился момент с доставкой, пишите сразу в службу поддержки в самом Фаберлик. Обратная связь это называется. Всё, вам всё решат и всё сделают. Поэтому молодцы, Фаберлик, респект. Заказала массажёр Вибро, который розовый у них вышел. Будем с вами тестировать, естественно. Но завтра у нас свой наборочный влог. Потому что есть что убирать, разбирать. Не сказал бы, что много там, чисто полы помыть, пыль попротирать, постель перестелить, ну вот что-то вот такое, мелочёвка. Так что будем с вами делать. Вот, всё. И, кстати, эту постель, я думаю, да, я думаю, как, что её оставить пока на диване, типа двуспалку ещё одну или собрать. В общем, что я придумал. Всё, оставляем на 10 минут. Лазово, как за 20 минут маска запузырилась. Но не сильно, да, там, и не щекочет вообще. Ладно, подождём. Ну что, зацените эффект. Ну, вроде неплохо. Не хочу сказать, что плохо. Нормально. То есть я не могу сказать, что это какая-то супер очищающая маска. Ещё раз покажу. Девчонки, Эвелин лучше и дешевле. Это 129, по-моему, а Эвелин 100 рублей стоит. Ну, это без акций, я имею в виду. Дальше, что я буду делать, вы просто многие говорите, покажи свой уход там, вообще, чем пользуешься. После того, как я сделала маску или просто я умыла лицо с утра, я обязательно наношу вот этот вот тоник от Безю. Вот так вот. Орошаю своё лицо. Он у нас идёт с ретинолом голубым. Ледяной миск предназначен для увлажнения и мотирования нормальной и смешанной жирной кожи в течение дня. Я уже рассказывала вам, почему я в течение дня не люблю спреи. Дальше мы берём тонер от Новосвит, вот такой увлажняющий. Наносим на ручки несколько нажатий. И затем вот так вот растираем и вот так вот нашу кожу увлажняем. Прямо сразу на невысушенный мист, чтобы это всё проникало глубже. Теперь берём сыворотку от Ликата, салициловую именно. Я то салициловую, то с неоцидом пару капель ставлю в качестве профилактики. Вот прыщиков, вот если у меня есть, низ у меня проблемный, чуть-чуть буквально наношу. Тоненьким-тоненьким слоем, потому что эта сыворотка, она имеет тенденцию к липкости. И потом сейчас вам покажу, волосы ещё чуть-чуть высохнут, покажу, как я буду делать. И, в принципе, засниму результат. Вот. Следующее. Перед кремом, это ещё не всё, девчонки, у меня на самом деле многоступенчатый уход. И на самом деле, там девочка одна написала, просто сегодня комментарий читала, я ответила этой девочке, что типа вот мужики на себя ничего не мажут, поэтому они типа красавчики. А мы типа до хрена на себя мажем, а при этом плохо выглядим. Я, девчонки, хочу сказать так, если бы я всё это на себя не мазала, я выглядела бы ещё хуже. Не на 45, а на 55. Ну да. Вот такая сыворотка Сэнда. Я вам показывала в покупках из фикс-прайса. И вообще, в принципе, писала пост в Инстаграме. Она немножечко полумасляная. Пару капель её. У меня не утяжеляет кожу, потому что я уже знаю дозировку того, сколько чего можно наносить на лицо. Вот я увлажну сейчас это всё дело. Вот так. И дам впитаться. Вот именно вот этим вот слоям сыворотки я даю впитаться. Что буду наносить затем? Значит, филлер для век от гусиных лапок. Это вот это то, что я вам показывала в Белорусской косметике. И также крем-объём для губ я решила использовать по назначению. В течение дня тоже использую. Вот. Ну, я вам уже в отдельном видео говорила. Так. Как я делаю? А как я делаю? Я, наверное, вот так делаю. Вот так я вокруг рта мажу. Смешно? Смешно. Вот так вот. Вообще могу вот так ещё сделать. Как бы он же заполняющий, а у меня же тут есть эти рубчики. Тоже нормально. Крашусь в камеру, девчонки. У меня зеркала нет. Такс. Дальше филлер для век. Прямо сразу с тюбика сюда. И наношу не к слизистой, а вот так. Есть. Есть, есть. Такс. И ещё, конечно, добавлю бальзам для губ, но просто я его с собой не взяла. И дневной уход мне нравится вот этот крем. Хоть-то тресни. Он стоит 40 рублей в улыбке радуги. Вот именно под чистую линию закос травница. Да, вроде так называется. Девчонки, состав тут нормальный. Но как бы тут его нет. На коробочке самой был. Значит, берём вот такой вот по консистенции. И он реально подходит для жирной комбинированной кожи. Хороший бюджетный крем. Короче, залезла я сегодня на сайт. Ну, не инстаграм, а как он называется-то. Тик-ток. Он реально как бы тебя на что-то мотивирует. Я захотела себе... Вот тоже зарекалась. Не хочу, дорогую косметику декоративку купить. Ещё что-то вообще декоративку покупать не хочу. У меня, в принципе, всё есть. Но я хочу что-то одно себе хорошее купить. Диор Бэкстейдж. Хочу палетку для контуринга. Хочу румяна оттуда. И палетку хайлайтеров. Хочу. Всё. Не знаю почему, но это мне всё очень дорого обойдётся. Я прям... У меня аж плохо становится. Вот. Хотя я знаю прекрасно, что там есть и бюджетные аналоги. Ну, что-то как-то захотелось. Но, опять же, этот хотюнчик у меня резко пропадёт. Не была бы я блогером, который вот там кайфует от бюджетной косметики. Так, убираю вот эти заколочки. Это, кстати, я сама делала. Помните? Обычный зажим. А вот эти бантики я заказывала на Алиэкспресс. Банты на голову. Банты, прошу прощения. И вот как раз-таки там вот эти бантики. Ну, что это такое? Это не даблдер. Вот. Вот, кстати, Аленке я подарила чёрный бант. О май гад. Тоже будет теперь кайфовать и вспоминать обо мне, как будет делать масочки. Вот. И, кстати говоря, девчонки многие подумают, вот она подлизывается. Наверное, нет, девчонок не подлизывается. Просто я видела, что человеку очень хочется этот бант. Я его и подарила. Ну, я себе какой-нибудь новый цвет возьму или же не буду ничего брать. Это этих будет достаточно. Вот. То есть я вот такой человек, я не жадная. То есть во мне нет такого корысти или какой-то ещё что-то. Я там подлизаться хочу. Или ещё как-то нет. Однозначно нет. Вот. Значит, и всё. И склеила. Вот такие у меня теперь зажимчики. И что я вам говорила, да? Что я про человека говорила? Про Диор Бэкстедж, да? И такая. Если бы не специализировалась я на бюджетной косметике, то есть я для вас стараюсь найти что-то классное. И я трачу деньги на какие-то бюджетные новинки, ещё что-то нахожу, пробую на себе. Если классно, говорю вам. И вы тоже присматриваетесь к этому продукту, если доверяете, опять же, моему мнению. Если нет, то нет, соответственно. Вот. И если я куплю себе, например, люкс, типа из разряда уход, чисто состоящий из люкса, декоративную косметику, чисто состоящую из люкса, тогда вам станет как бы, ну, неинтересно. Вы скажете, у Аленки там одна палетка, которую она крутит, вертит уже там полгода. Вы скажете, да ну нафиг, отпишусь. То есть, ну вот, для вас я это и делаю. То есть, что-то новое попаду. Плюс мне самой интересно пробовать, поэтому я очень-очень быстро о этой палетке перестала как бы думать. Но, честно, мне, наверное, что-то хочется. Может, на 8 марта? Может быть. Не, ну тоже кучерява очень. Палетка Backstitch получается 4000 почти. 4 плюс 4, 8. И румяна 2. 10. Не, я передумала. Ну вот, в общем, сейчас подсушится еще немножечко. Пока Наталину досмотрю. Мне нравится ее смотреть. Это очень грамотный такой человек, который реально рассказывает и про укладки, и про косметику. Молодец. И вот как раз-таки у нее там, по-моему, я прическа... Нет, я вопрос-ответ смотрю. Вот, досмотрю и будем с вами делать дальше дела. Видите, как у меня волосы вьются? То есть вот такой он у меня на самом-то деле. Кудрявый метод мне не подходит. Объясню, почему у меня волосы градуированные стрижки. И получается я такой... Я одинокий бродяга, я люблю Казанова. В общем, у нас вот такой вот влог. Вот. А то там писали девочки, что вот, у тебя влоги стали неинтересные, там еще что-то. Ну, девчат, я не могу ничего сделать, потому что это моя жизнь. Понимаете? Это моя жизнь, я снимаю то, что мне по кайфу. А там, как говорится, аудитория или нравится, или не нравится. Еще раз кремом для губ. Ну, ничего не поменялось. Кстати, татуаж вот спустя сколько-то времени. Вот. Так, все, 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 ждем, пока высохнет наш голубой. Так, ну что, я оставила почти высохшие волосы, они прям чуть-чуть влажные. И теперь что мы делаем? Мы не расчесываем низ, мы выделяем именно вот эти вот пряди. Верхушечку. Так, ровно выделила, вроде неровно. Вот по верхней самой брови нашей. Вот, затем, все это вперед. И вот так вот, такой вот расческой я выделяю прядку. Я вам уже в отдельном видео говорила о натяжке, как нужно натягивать. То есть, мы вот так вот эти бигуди ставим. Все остальные волосы мы не расчесываем, потому что это кучерявые волосы. С натяжкой. И вот оно готово. Как раз-таки у нас объем будет, не знаю, вижу, не вижу, объем будет вот здесь. Дальше. Так. В зеркало, конечно, очень плохо крутить. Дальше раз. Прочесали. Взяли бигуди. Бигуди лучше хранить вот в этой коробочке, девчонки. Потому что иначе они будут цепляться за все, что есть на их пути. Так. Вот. Видите? Натяжка какая. Вот так и должно быть. И тут еще пару прядок. Не берите сильно толстые, иначе у вас корень не приподнимется. И вот этот вот кончик хорошо прям вот разглаживайте на бигуди. Вот так раз, и все. Да? Вроде да. Если что, можно клеммой закрепить. Клеммой или зажимом. Смотря что есть в руках ваших. И вот так вот точно мы делаем еще. Я не буду как Пиноккио. Вроде не должна. Теперь чем? У нас осталось две бигуди. Я предлагаю бачочки сделать. Вот именно ту прядь. Так, это не отсюда. Вот именно ту прядь, которую мы будем накручивать, то расчесываем. Все остальное нет. Как вот здесь, то же самое. Сейчас покажу. Ой, ешкин ты, дырын. Вот раз. Чтобы вот бегудь был прям вот под корнем. Бигуди, бегуди, да, бегудь. Не склоняйся же, знаю, девчонки. Натянули, натяжку сделали. Поставили пигуди прям к кончикам. Натянули, расправили наши кончики. И накручиваем. Ну, чуть-чуть по-разному. Ну, смысл вы поняли, да? И потом, спустя время, можно подсушить феном. Девчонки, спустите холодный воздух. Вот. И все. Волосы, если волнистые или кучерявые, вы расчешете, то они превратятся в солому. Это все-таки волосы, потому что они от природы пористые. А мне только кончики подровнять, убрать, вот сечку всякую. Как раз-таки три месяца пройдет. А каждый три месяца обычно или стригусь, или кончики ровняю. Чтоб красива была форма. И все, в принципе. Будем дальше отращивать. Мне Леша сказал, не стричься коротко. Я не стригусь. Вот. Не то, чтобы я его послушала. Нет. Просто он говорит, я ничего тебе не скажу, но просто мне не нравится. Я говорю, вот мне не нравится то, что ты же высказываешь мне о том, что что-то тебе не нравится. Не то, чтобы он мне запретил. Он говорит, нет, ты можешь делать абсолютно все, что хочешь, но мне нравятся длинные. И на тебе, в принципе, и вообще априори мне нравятся длинные. Говорит, подстричь ты всегда сможешь. А отрастить, говорит, ну вот попробуй отрасти. То есть у нас нет такого разговора, как многие девчонки думают, что вот там кулаком по стол ударил. Да не будешь стричься. Нет, у нас такого нет. То есть человек спокойно вообще абсолютно реагирует на все изменения. Все, ну где-то минут 20, девчонки. 20-30 до часу, не больше. Потому что, ну это если у вас время есть, можете подсушить, опять же говорю, холодным воздухом. Можете чуть-чуть горячим и потом холодным. Но не сушите вот так. Сушите сверху вот так, чтобы... У вас такое прям облако горячего воздуха было. И все, я покажу вам потом финальный эффект. Ну что, я чуть-чуть феном подсушила. Вот. Ну чтобы быстрее вам показать. Вот. Раз. Видите, какой объем получается? Вот он. Вот корень стоит, видите? Сейчас с этой стороны тоже самое. И аккуратно снимайте, стягивайте. Оп. Видали? Вот он. И начинаем с затылка убирать пряди. Раз. Два. Даже можно после укладки так, раз, на эти пигуди, если какие-то локна создавали. Оп. Вот такая картина на юбилей. Ах! Ну. Ну объем зато какой. Слухайте. Ну опять же, это же пигуди. Это же не укладка типа из разряда полойка какой-то. Волнами, видите, они как бы получаются. Такая вот укладка. Но зато я вам как показала, как сделать можно объем. И также, например, вы накрутили локоны, да, плойкой. Пока он не остыл, вы раз, на бигуди найдете. Он закрепился, вы распустили, у вас укладка намного лучше. Если хотите, чтобы корень еще лучше стоял, обязательно воспользуйтесь солью или каким-то текстурирующим спреем. Так, в принципе, неплохо, да? В общем, большое вам спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам этот влог был полезен и интересен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. И всем пока. До скорой встречи. Целую в плечи. До завтра.